Слава Иисусу! Я приветствую вас во имя Иисуса Христа. И я просто молюсь о том, чтобы сердца сегодня наши были раскрыты. Никто не может это сделать для нас или за нас. Человек сотворен по образу и подобию Бога. Это говорит о том, что у него есть очень сильный характер. У человека есть очень сильный характер, который не может ни Бог сломить, не может ни дьявол сломить. У него есть личное мнение, у него есть свобода выбора. И вот многие люди, они говорят, ну как бы не пускают Бога в свое сердце. А другие люди не пускают сатану в свое сердце. И при всем желании один от другой не могут просто так туда войти. Дьявол может и калечить жизнь человека, но в сердце попасть ему не дано. Только если человек разрешит это, откроет свои двери. Поэтому мы, как сильные личности, созданные по образу и подобию Божьему, через откровение, через осознание должны открывать свои сердца Богу. Чтобы Бог туда говорил. Чтобы Бог мог туда посеять. Аллилуйя. Сегодня во сне видел поля, 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 поля. Засеянные поля, такие ни конца, ни края. Засеянные, прям вот земля, вот только посев был. Аллилуйя. Нас ждет урожай. Кто что сеет, то той пожнет. Прежде проповеди я хочу сказать пророческое слово к людям, каждому, кто здесь, кто смотрит сейчас. Внимательно послушайте. Не ограничивайте Бога. Короткое такое послание. Не ограничивайте Бога. Не решайте за Бога, как Он это сделает. Не решайте и не думайте, это не ваша ответственность. Поверьте, Он Бог, Он способен. Просто не ограничивайте Бога. Согласитесь с Его возможностями, как сказать, всевозможностями. Он всемогущий. И не фильтруйте Бога. Не говорите, что как вот Он поступает, как Он не поступает, что Он может, что Он не может. Бог может все. Бог может все. Я это не говорю для кого-то там. Я говорю для нас Бог может все сделать. Самые невероятные чудеса Бог может совершить в нашей жизни. Самые потрясающие, удивительные вещи, которые мы читаем или слышим где-то, могут произойти с нами. Только если мы не будем ограничивать Бога. Аминь. Итак, тема проповеди будет называться «Не теряй Иисуса из виду». Наша вера, послушайте, она не просто наша. Она пришла от Иисуса, это подарок. Никто из нас не поверил и не может сказать, что, знаешь, я вот своими усилиями дошел к этому. И теперь вот я верю. И это мое решение, мой выбор. Нет, вам веру подарил Господь. Он разрешил вам поверить. Он дал вам это желание поверить. Он коснулся вас. Он открылся вам. Евреям 12.2 я буду читать в современном переводе. Будем неотрывно смотреть на Иисуса. От начала до конца наша вера зависит от Него. Он ради предстоящей радости претерпел крестную смерть, пренебрегший позор. И сейчас сидит по правую сторону от Божьего престола. Библия говорит, апостол Павел говорит, что наша вера, она зависит от Иисуса. Она не может жить, знаете, независимой жизнью от всего, от обстоятельств. Она напрямую зависит от Иисуса. И поэтому Павел пишет, будем неотрывно смотреть на Иисуса. Без выходных, без пауз. Будем всегда смотреть на Иисуса. Почему? Потому что, во-первых, это жизнь. Во-вторых, это наслаждение. Это не просто какая-то религия. Я не смотрю на икону Иисуса, кто думает по-другому. Нет. На Иисуса, которого мы видим в Писании. Кто-то думает, вот, я 20 лет верующий, там 30 лет верующий, или 10 лет верующий. И знаете, такое, ну, знаете, такое как маленькое превозношение, вот, у меня столько опыта есть. Да нет у нас почти опыта. Бог, Он такой многогранный. Он такой непредсказуемый. Он неописуемый. Вот разные люди будут описывать Бога, и все будет, знаете, одно другого дополнять. И Писание призывает нас неотрывно смотреть на Иисуса. Могу ли я жить повседневной жизнью и смотреть на Иисуса? Конечно. Потому что я думаю о Нем. Когда мы смотрим на Иисуса, мы думаем о Нем. Или другими словами. Вот посмотрите, например, я смотрю на камеру, на телекамеру, и я думаю о ней. Что значит смотреть на Иисуса? Ведь не каждый же видит реально Иисуса. Но мы видим Его такого, которого Бог открывает нам, Дух Святой. Мы видим Его в Писании. И мы тем самым размышляем о Нем. Вот что значит смотреть на Иисуса. Размышлять. Как только Иисус исчезает из поля зрения верующего, то сразу автоматически наши глаза подключаются к другому объекту. Как только мы сводим взгляд свой. Устал смотреть на Иисуса. Вот посмотрю на что-нибудь другое. Сразу наши глаза прилипают, как магнит. Бам! И, знаете, не оторвать прямо. Прилипают к другому объекту. И здесь Господь говорит, да не будет у тебя других богов. Не будет. И я, знаете, попрошу, чтобы мы слушали без таких, знаете, как сказать, бескрайностей. Что нам ничего не надо делать, только сидеть и вдумывать себе Иисуса. Как бы фантазировать себе Иисуса. Нет! Когда мы читаем Слове Божьем, мы потом и размышляем о Нем. Мы взираем и смотрим, как Он поступал, как Он действовал, как Он относился к одной группе людей и к другой группе людей. Смотрите, что Писание говорит. 1 Коринфянам 6.16. Или не знаете, что совокупляющейся с блудницей становится одно тело с нею, ибо сказано, два будут одна плоть. Когда человек представляет, что мужчина, например, что он находится сейчас в блуднице, физически он может не находиться, но он представляет это, все, он стал одним. Он стал одним. Он стал преступником в глазах Бога и потерял славу Божью. Он находится в отрыве от Бога. Он находится в тюрьме. Вы знаете, что дьявол – это не глупое существо. И все самое страшное, и все самое ужасное, что только есть, он облекает в красивое. Иначе он не смог бы прельстить. Что такое прельстить? Это глазками похлопать? Мы же знаем, да, что дьявол не глупый. Иногда посмотришь, как грехи выглядят. Они аккуратно выглядят и красиво. Например, сигареты. Мы же знаем, что люди умирают, идут в ад, даже мир это признает. Или алкоголь, например. Вы что скажете? Да там шедевры в бутылках. Но что потом? Разрушенные семьи, брошенные дети. И что мне вам перечислять? Вы и так все знаете. Но красиво же, красиво. Как только ты соединился с этим, все, пошел процесс разрушения. Вот почему Писание призывает нас соединяться с Богом. То есть, если человек может согрешить с блудницей, да, с проституткой, представлять, что он с ней, и тем самым грешить, даже физически может не находиться с ней, но за это он пойдет в ад. Представьте, физически он просто представлял. Он никому ничего плохого не сделал, не украл, ничего. Он просто представлял, что он с блудницей. Все. Он нарушил закон Божий. Он соединился. Он принял грех, грязь в свою душу. 16-й, 17-й стих говорит. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Представь, ты перед выбором, ты можешь соединиться с каким-то грехом, с какой-то женщиной. Или, я не знаю, женщина, может, с каким-то мужчиной там. И все это ведет ко греху, к разрушению, к погибели, к уничтожению. А представь, Писание говорит нам, что мы можем соединяться с Господом. Нам дана эта возможность и привилегия. У ангелов этого нету. У человека это есть. И написано 1 Коринфянам 6, 17. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Представь, у вас единство, у вас одни мысли, у вас одни планы, у вас одни идеи. У многих верующих, наоборот, у них свои планы на жизнь. А то, что у Бога есть воля, ну, я не знаю ее. Она, наверное, страшная, скорее всего. Он что-то такое ужасное приготовил мне. Я, если у него спрошу и скажу, Господь, вот моя жизнь, я хочу исполнить твою волю. Он мне что-то обязательно такое сделает ужасное. Он мне скажет, оставь все, иди там, я не знаю, выкопай себе ямку в лесу, и живи там, накройся листьями. Я реально говорю, что есть такие люди. Есть такие люди, крайности. Я сам слышал. И потом мы вместе смеялись. Что мне один рассказывал, что в начале своей веры он реально буквально принял Слово Божье, что оставь все и следуй за мною. И он реально все оставил. Пошел, выкопал землянку в лесу и жил там. И он говорит, у меня такой мотоцикл был, Урал. Крутой такой. Я отдал его, потому что это грех. И мы, когда он потом рассказывал, мы все смеялись, мы укатывались, мы плакали от смеха. Что он рассказывал? Как он в начале своего хождения с Богом принимал все буквально, оставь все, ну оставь тогда одежду и стань этим святым. Как он? Осийский, да, какой-то там. Был святой, который полностью разделся и жил. Он сказал, что это все грех. Это не грех. Грех у тебя в голове. Грех совершенно может быть прикрыт. Ты даже думаешь, что это не грех. Знаешь, что такое грех? Мы иногда думаем, что вот мы меряем, весы у нас такие греха. О, он такой грешник, потому что он делает вот это, вот это, вот это. А я тебе скажу, ты грешник, потому что ты добро не делаешь. В Библии написано, что кто понимает делать добро и не делает, тому грех. Представь, ты знал, что надо бы сделать. Ты просто не сделал, ты прошел мимо. Ты не лучше того, который сидит в тюрьме или ограбил, или убил кого-то, или стоит курит, или пьет, или наркоманит, или еще что-то, не знаю, там, хакерством занимается. Ты не лучше. Ты на такой же стоишь линейке, просто ты себя зачислил в другую категорию. Да, но ты зачислил себя в категорию фарисеев, а их Иисус сильно ругал. Иисус сказал, знаете что, если праведность ваша не превзойдет праведности фарисеев и саддукеев, вы не войдете в Царство Небесное. Знаете, о чем говорил Иисус? Они два раза, фарисеи, постились в неделю, они давали, они жертвовали, у них все, там, они читали закон, они такие были прямо, знаете, такие дисциплинированные, пунктуальные, такие, знаете, педантичные были. И то они читали, и то, и то. А Иисус сказал, это ничто. И Он сказал, что, вот если вы станете такими, то вы в Царство Божие не войдете. Если ваша праведность не превзойдет праведности фарисеев и саддукеев, вы в Царство Небесное не войдете. И у людей сразу так, как же, а как тогда вообще попасть туда? Так, туда вообще никто не попадает. Нет. Наша праведность не основывается на наших делах, что я сделал. Наша праведность основывается на вере в Иисуса Христа. Я ничего не сделал для того, чтобы быть праведником. Я просто вышел из зала суда оправданным. Все, стукнул молоток и сказали, Виктор оправдан. Так это что, все его грехи оправдан? А он что сделал вообще? Ничего хорошего, только все плохое. Так почему его оправдали? И судья говорит, крест. Иисус висел на кресте, умирал за него. Он поверил в это, а Иисус оправдывает его. Все. Мы верою имеем спасение через веру, не через дела. А когда мы верим в Бога, тогда, соответственно, идут и дела, добрые дела, но они уже нас не превозносят. Давайте мы одну историю прочитаем, иллюстрацию, вот всеми нами знакомую. Это Матфея, 14 глава, 22 стих. После того, как Иисус сделал большое чудо, ели люди и насытились все. Иисус, Иисус, можно сказать, в общепите сделал чудо. На физическом уровне. Мы думаем, Бог против физического, Бог только духовно, Бог только духовно. Тогда почему Он всех голодных накормил? Да еще хорошо накормил. Так что все ели, насытились, и еще осталось изобилие. Бог изобилия. Это и есть, когда мы смотрим на Христа. Вот я сейчас посмотрел на Христа, например. Я увидел, что Он Бог изобилия. Он не Бог нищеты, Он Бог изобилия. И вот когда Он сотворил это великое чудо, Он собрал учеников своих и говорит, отправимся на другую сторону. Знаете, что-то на другой стороне ждало их. Не просто так Иисус сказал, о, давайте уйдем. Я не люблю шумные компании, так я люблю, так в тишине. Нет. Иисус пошел отвечать на другие нужды. И пока Он шел отвечать на другие нужды, произошло чудо. И вы знаете, когда я смотрю на Иисуса, я смотрю на Иисуса, как на Бога чудес. Он от чуда идет к чуду и потом входит в еще большее чудо. Да я не понял. Иисус, ты чудный? Да, Он чудный. Он чудесный. Если в нашей жизни не происходят чудеса, это не говорит, что Иисус такой на самом деле. На самом деле, Иисус, это Бог чудес. Сверхъестественных. И вот мы читаем. Матфея 14, 22. И тот час понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. И отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине. И вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря. И ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев Его, идущего по морю, встревожились и говорили, это призрак. И от страха вскричали. Задайте вопрос. Вот есть чудеса логические. Вот человек голодный, ну накорми его. Вот это логическое. А когда Иисус делает нелогические чудеса, то мы говорим, зачем это Господь делает? Господь такое сегодня не делает. Не знаешь ты, что Он делает, все, что Он хочет. А вот почему так Господь? А я не верю, что Он вот такое делает. Ты просто Его не знаешь. Ты веришь в свою практику, в свой опыт, то, что ты потрогал. А ты много чего не трогал, ты много чего не нюхал, ты много чего не видел. И то, во что ты веришь, это ничего. И вот Иисус. Зачем Иисус тебе ночью ходить по морю? Ходить по морю. Зачем Иисус? И Он шел к ученикам. Он их отправил. Садитесь в лодку. Двенадцать учеников село в лодку и поплыли на другой берег. Вечером. Зачем? Днем плавают люди. По ночам никто не плавает. И это было. Четвертая стража, это самое такое, самая ночь. И все, что ты увидишь у Иисуса, ты подумаешь, зачем? Так странно вообще. Для чего? Иисус все это делает. Знаете, если наше служение логичное, если наше служение можно объяснить, значит оно человеческое. И Бога там нету. Человек. Человеку человека есть нельзя. Человеку надо есть Бога. Почему Иисус и сказал, вкусите меня. И узнаете, вкусите, и узнаете, как благ Господь. И Он нам предлагает свою плоть и свою кровь. Прообразно. И написано, что они вскричали, потому что это не входило в их опыт. В их опыт жизни, они хоть и ловили по ночам, но никто по морю не ходил. Никто по морю не ходил. Волны по ночам видели, ветер видели. А силуэты, ходящие по морю, никто не видел. И они вскричали от ужаса. Ужаса. Знаете, ты хотел бы ночью, ночью, увидеть дьявола. Хотел бы, чтобы он, пришел бы к тебе. Не хотел бы. Да что-то страшное. Представьте, они не знали, они не знали, что это Иисус. И первое им на ум пришло, что это дьявол, что это призрак, что это привидение. И они кричали, у них был ужас. 27 стих. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, ободритесь, это Я, не бойтесь. Петр сказал ему в ответ, Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде. Почему важно на Иисуса смотреть? Ученики, я разграничу так, что есть категории разные. Вот в христианстве есть разные категории. Есть верующие люди. Вот они для себя решили, я буду ходить в церковь, по воскресеньям, и все, я буду заниматься своей жизнью, у меня дела свои, свои планы, все. Для меня достаточно по воскресеньям ходить в церковь. А другая категория людей, они решили, а мне мало один раз в церковь ходить, в воскресенье. Я хочу знать Бога больше. И они стали учениками Христа. Они следуют за Ним. Они хотят Его знать каждый день. Я предлагаю вам, телезрителям, тем, кто в зале, каждый день делать воскресенье, воскресное собрание. Я вам объясню как. Вы встаете с утра. Вам же надо ехать на работу? Надо. Как у нас собрание начинается? С прославления. Вы включаете на полную катушку, если вы один в машине, прославление, и вы прославляете. Все, собрание у вас уже началось. Вы еще не на работе, а вы уже на собрании, вы уже на небесах. Дальше там две песни прослушали, или сколько? Может, там какая дорога, может, там одна песня. Вы включаете проповедь, помазанную проповедь. Там, где вы действительно чувствуете, что вас вдохновляет это, то, что вас подбадривает, то, что поднимает вашу веру. Вы послушали проповедь, и вы помолились. И у вас такие мини-собрания могут быть каждый день. Каждый день. И Бог призвал нас к этим трем вещам. Слово Божие, молитва и поклонение. Это нельзя убирать из жизни христианина. Если что-то убирается из жизни христианина, он становится неполноценным, он становится слабым. То есть, наша вера строится на Слове Божьем. Забери Слово, и у тебя рухнула вера. И если мы не поклоняемся Господу, дьявол от нас не отстает. Для многих это, кстати, выход из проблемы. Людей, которых достают грехи, достает дьявол, начните поклоняться. Дьявол доставал Иисуса. Он его взял, в пустыне начал искушать его. Давай, сотвори хлеб. Вот из камней, ты же Сын Божий. Его, знаете, подначивал, да? Потом его на хрыло крама поставил, он сказал, бросься. И тебя сразу признает вся религиозная элита, вся религиозная мафия. Тебя сразу признает и склонят колени, что ты спрыгнул с такой высоты, летел, летел. Хоба, ангелы появились из воздуха. И так плавненько тебя опустили, и ты так встал. И все прямо аплодируют. Ой, это Мессия, Мессия наш, Мессия. Дьявол ему это все рисовал и предлагал. А потом дьявол обнаглел. Он наглый. Послушайте. Бог не наглый. Дьявол наглый. И он придет и будет тебя склонять к поклонению. То, что Бог написал в законе, что Господу Богу твоему поклоняйся. Он тебе скажет, я тот, кому ты должен поклоняться. Ты мне должен поклоняться. И вы знаете, когда Иисус сказал Господу Богу твоему поклоняйся, и он стал поклоняться отцу, дьявол убежал. Написано, оставил его. Хочешь, чтобы дьявол тебя оставил? Поклоняйся Богу. Поклоняйся. Он не сможет туда прийти, потому что это не его обстановка. Он приходит только там, где его обстановка. Где не его обстановка, он не может там находиться. Если люди не ругаются матом, общество такое есть, знаете, добрых людей, он может там находиться, он может воздержаться от этого и вытерпеть, что никто не ругается матом. Но если там идет живое поклонение Богу, ему там не место. Потому что это непосредственное соединение с Богом. Это непосредственное. Вот как мужчина, например, представляет, что он женщины. Все, он соединился, он грех, согрешил. Так же, если ты с Богом, ты представляешь, что ты с Богом, ты в Его объятиях, ты перед Ним, ты восхищаешься. Все, твой дух переплетен. Он переплетен с Богом. И знаете, когда происходит поклонение от всего сердца, то дверь закрывается от внешнего мира. Внешний мир, обстоятельства внешнего мира не могут тебя достать. Почему? Ты зашел в тайную комнату. Сейчас у тебя процесс поклонения. В процесс поклонения ты меняешься. Ты отдаешь Богу свою любовь, свое внимание, свое уважение, свое восхищение. А Бог отдает тебе. У вас происходит обмен. Никто не может присутствовать при этом обмене. Дьявол первый, кто не может присутствовать там. Вот почему мы, когда поклоняемся, мы закрываем глаза, и мы с Ним уже. Все. Мы с Ним, мы поклоняемся. Вот почему собрание начинается с поклонения, с хвалы. Это самое главное. Сначала отдать Богу, чтобы получить потом. Когда Петр смотрел на Иисуса, он получал веру от Него. А как только перевел взгляд, то потерял веру. И неверие привело его к фиаско. К фиаско. К полному поражению. Смотри на Иисуса. Размышляй над словом. Размышление над словом, это и есть смотреть на Иисуса. Иисус сказал, если вы прибудете во мне, и слова мои вас прибудут, то просите, и я дам вам. Вам будет дано, чтобы вы не попросили. Что это означает, пребывать в Иисусе? Пребывать в Его слове. Что Он говорил, что Он показывал. И Он хочет туда нас притянуть. Поверьте. Ему не просто нужны рабы. Ему не нужны рабы. У него есть ангелы. Ему нужна невеста, которая продолжает этот труд на земле. Очень много вокруг нас людей бедных, голодных, больных. Но у нас, к счастью, есть ответ. И этот ответ в Иисусе. Насколько мы будем встречаться с Иисусом и переживать Его силу и любовь, и расширение произойдет нашего мировоззрения, растянута будет наша вера, увеличена, что мы поймем, да это же не просто я делаю, это делает все Он, а я Ему доверяю, я согласен с Ним, то мы увидим потрясающие чудеса. У нас будет великая радость. Почему? Потому что люди, в жизни которых ничего не менялось, ничего не менялось, это как камень, который сто лет пролежит и будет таким же. Вдруг происходят изменения. Вдруг происходит преображение. Он становится счастливым и измененным. У него появляется смысл в жизни. Знаете, как много людей сегодня потеряли вкус к жизни, потеряли всякий смысл в жизни. У них потеряно. И мне интересно жить. И они начинают тогда вдаряться во что-то. В какой-то гипноз, в наркотики или во что-то. Один человек ездил в кругосветное путешествие. Он сделал кругосветное путешествие. Это говорит о том, что он был состоятельный человек. Он был развитый человек. И он закончил жизнь самоубийством. Кажется, что? У тебя все классно. Ты в мир посмотрел. Да тебе только жить. Он потерял вкус к жизни. Вкус к жизни. Он просто посмотрел. Здесь люди так живут, здесь вот так живут. А все находятся все равно в суете. Как мыши. Все ищут, ищут, бегают по норам своим. И так и не смотрят наверх. Никогда. Есть очень много людей, которых мы должны встретить и сказать, эй, есть другая жизнь. Но для того, чтобы так сказать, тебе нужно жить этой жизнью. Тебе нужно встречаться с Иисусом. Ты думаешь, что это невозможно, встретиться с Иисусом на воде? Хорошо. Наша встреча произойдет на воздухе. Уровень поднимается выше. Уровень христианства в первом веке отличается от уровня христианства в двадцать первом веке. В каком мы живем? В двадцать первом веке? Представьте, если Петр встретился с Иисусом на воде, что невозможно для простого человека, но это произошло, то, знаете, в двадцать первом веке встреча церкви и Христа произойдет в воздухе. Аллилуйя! И мы все это знаем. Это и называется восхищение церкви. Чтобы это произошло, у нас уже должны быть любовные отношения между нами, церковью и Христом. Пусть Бог благословит нас. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok